Делаю время, а потихий чай! Это кто такой? Это зритель Май Гаджет. Пуча-пуча какой. Нет, дай выдохнуть. Трудно жить. Ред флаг! В общем, если хочется стрелять птицами по свиньям. Чего? Я просто живу, короче, на Юпитере. У нас здесь, ну, рабочий день 68 часов. Любой планшет, это инвалид. Привет, друзья! Вы на канале Май Гаджет. Меня зовут Денис. И сегодня мы поговорим о планшетах. Помните, еще 10 лет назад каждый мечтал о планшете? Но сегодня эти гаджеты с большими экранами уже не так актуальны. Уверен, у большинства из вас уже был или есть планшет до сих пор. Ну и где он сейчас? Лежит, скорее всего, без дела в ящике. Короче, в этом видео я поделюсь своим мнением о том, почему закончилась эра планшетов. И расскажу о 10 причинах не покупать планшет в 2024 году. Так что, если вы прямо сейчас думаете о покупке планшета, досмотрите это видео до конца, прежде чем тратить деньги. Если вам понравится это видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а теперь погнали! И первая причина на поверхности. Смартфоны реально удобнее. За последние годы у большинства современных смартфонов даже бюджетный размер экрана заметно вырос. А вместе с ним и объемы памяти, оперативные и постоянные. Мы и работаем, и учимся, и практически живем в наших смартфонах. А еще по ним, как и раньше, можно звонить в отличие от многих планшетов. К тому же планшет поместится не в каждую сумку, и его не всегда удобно носить с собой. И работать на планшете тоже неудобно, давайте будем честны. Все эти дополнительные клавиатуры, подставки, нафиг это кому-то нужно, ведь есть ноутбук. И это, кстати, вторая причина. Когда ноутбуки были тяжелыми и громоздкими, да, планшеты реально брали с собой, чтобы работать не дома. Но сегодня все изменилось. Сейчас ноутбуки легкие, компактные, энергоэффективные. Их можно брать с собой в путешествия, чтобы смотреть фильмы. Их можно каждый день носить в офис. Но главное, на ноутбуке можно работать. И это намного удобнее, чем на планшете. Это факт. Есть, конечно, исключения. Некоторые профессии, типа дизайнера, художника, или какой-нибудь инженера, которым нужен стилус, который рисует графику, скизы. Но все, в основном, это не нужно. Получается, что планшет более громоздкий, чем смартфон. И менее функциональный, чем ноутбук. В общем, ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Поэтому мы просто идем дальше. Некоторые причины, по которым не стоит покупать планшет, мы уже озвучили. Теперь расскажем о пяти причинах, почему стоит купить вертикальный пылесос GenXY M1. Он мощный. 360 ватт сметут всю пыль и грязь за один подход. Даже на ковре. Долго работает. До 60 минут в эко-режиме, 37 в медиум-режиме и 15 минут в режиме турбо. У него богатая комплектация. 8 насадок на все случаи жизни и трубка гофра, чтобы совсем, ну, по красоте. Моторизированная щетка с летподсветкой помогает не пропустить те места, где еще не убрано. У него есть сенсорный дисплей. Во-первых, это стильно. Во-вторых, на нем показан уровень заряда. Сенсорная кнопка тоже находится там. Красота с какой стороны не посмотреть. Заказывайте по ссылке в описании. Ну, а мы любимся дальше. А мы переходим к третьей причине, которая звучит так. Автономность планшетов перестала быть козырем. Зачем таскать свой планшет, если смартфоны сейчас не уступают по емкости аккумулятора и их заряда хватает практически на весь день? Ноутбуки тоже давно уже научились трудиться полный рабочий день. То есть, ну, много. Да и чаще всего возле рабочего места всегда есть розетка. Следующая причина – это, типа, электронные книги. Безусловно, ваш планшет может загрузить любые книги. Даже Гарри Поттер. Но вреда для здоровья в этом больше, чем польза для ума. Потому что читать с экрана планшета – это лучший способ посадить зрение. И если у вас нет лишних глаз, то лучше выбрать электронную книгу. Благодаря электронным чернилам, кто не знал, электронные книги пишутся специальными электронными чернилами. И они не вредят зрению. К тому же, читалке легче планшетов, поэтому руки не устают их держать весь день. А еще они разряжаются раз в месяц, примерно. У меня есть электронные книги. И надо разряжать раз в полгода, мне кажется. Даже если внутри вашего гаджета тысячи литературных произведений, то с вашими запястьями и пальцами все будет в порядке. Да и соблазн отвлечься на видос в Ютубе будет, на самом деле, намного меньше. В общем, очень неразумно покупать планшеты только из-за чтения. Хотя есть и другие важные функции, с которыми они справляются, ну, если честно, на троечку. Поэтому пятая причина – низкое качество фотографий. Обычные производители экономят на камере и делают упор на чем-то другом. Практически любой современный смартфон, даже если он дешевле планшета, будет снимать намного лучше. Характеристики камер с каждым годом становятся все круче. Но знаете, только не у планшетов. Нет, у планшетов, конечно, тоже есть основная камера. Но по качеству снимки будут, ну, примерно, как на фронталку смартфона. Да и со стороны ему выглядит нелепо. Но не только камера – слабое место планшета. Поэтому шестая причина не покупать его – это ограниченные возможности. Любой планшет – это инвалид. Сенсорные экраны и виртуальные клавиатуры – это одновременно достижение и геморрой. Удобно, если нужно написать какой-нибудь хейтерский коммент под видосом, типа «Зачем вы взяли этого лысого?». Кстати, обязательно пишите, есть ли у вас планшет и как вы его используете. Но если придется печатать километры текста, работать с версткой, монтировать, программировать, сенсорные жесты здесь вам не помогут. Нужны физическая клавиатура, мышь, ну или хотя бы тачпад. Есть, конечно, планшеты два в одном со съемной клавиатурой. Но все равно это не то. А теперь вспомним, что делаю время, а знаете, потихий час. И да, почему в какой-то момент во мне просыпается бабка. Ну что, уважаемые зрители, делаю время, а потихий час. И даже геймеры не оценят функции планшета. И это седьмая причина, почему его не надо покупать. Так как для игр есть много других классных гаджетов. Казалось бы, большой экран для игр – это именно то, что доктор прописал. Но мощных процессоров, которые эти самые игры будут тянуть, в планшетах просто нет. Взять, например, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2. На нем работает всего несколько дорогих планшетов от Samsung. При этом смартфонов того же бренда на этом чипсете очень много. В общем, если просто хочется стрелять птицами по свиньям в Angry Birds, или объединять цветные леденцы в Candy Crush, то планшет можно заменить смартфоном с большим экраном. А для игр, например, Atomic Earth, Assassin's Creed, Mirage или Counter-Strike, нужны ноутбуки с крутыми графическими процессорами, игровые мыши и клавиатуры, ну или приставки и там всякие консоли. Так что планшет в качестве гаджета для игр не сильно отличается от смартфона. И по стоимости, кстати, тоже. И это причина номер восемь. Недорогой планшет стоит, как среднебюджетный смартфон, а те, что подороже, как неплохие ноутбуки для работы. Производители с каждым годом обновляют линейки моделей, завышают цену, но не добавляют полезных функций, которых не было бы в смартфоне, например. При этом производители ноутбуков не теряют времени зря и упускают большое количество моделей трансформеров с сенсорными экранами. Причем подобные примеры встречаются даже в рамках одного бренда. Ну вот, сравните сами. А на очереди у нас девятая причина не покупать планшет. Плохая оптимизация приложений. Планшетов на Android объективно меньше, чем смартфонов. Поэтому часто разработчики даже не напрягаются с оптимизацией своего софта. Не адаптируют интерфейс для большого экрана, не добавляют горячие клавиши или управление с клавиатурой. Да вообще мало что делают для своих планшетов. Так что в итоге какие-то программы будут открываться не во весь экран, какие-то приложения могут постоянно вылетать, а некоторые вообще будут вам недоступны. Нет никакой гарантии, что нужный софт поведет себя адекватно, а служба поддержки учтет ваши пожелания и передаст их разработчикам. Скорее всего, они вас пошлют... Ну и последнее. Десятая причина не покупать планшет. Это вера в чудеса. А точнее наивные мысли. Вот куплю и придумаю там, что с ним делать. Фрейд говорил, ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость. Я бы добавил в этот список планшет, который вроде бы и не нужен. Ну и других же он есть, значит, почему бы и мне не купить? А это просто красный флаг для очередной пустой покупки. Фрейд флаг! Именно так тысячи разряженных планшетов оказались забытыми в тумбочках и шкафах. Потому что когда-то их владельцы купили очередной гаджет, чтобы он просто был, ведь когда-нибудь мне понадобится 100%. И если нет четкого понимания, для чего конкретно нужен планшет, вы просто отдадите большую сумму, а через пару недель даже не вспомните о новом гаджете. Так что это тот самый случай, когда лучше 7 раз отмерить. Ну а кто не понял, то 7 раз подумать. Но выбор в любом случае за вами. Ну что, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о планшетах в 2024 году. Прочитаю каждое мнение. Не факт, что с ним соглашусь, но прочитаю точно. И не забудьте подписаться на канал MyGadget, чтобы в доме была только проверенная техника, которая прослужит вам долгие-долгие годы. Меня зовут Денис, я со всеми прощаюсь. Пока! И обнимаю вас через экран. Вот он мой зритель. Субтитры сделал DimaTorzok